Итоги среды подведем вместе. Я Дарья Жилина и мои коллеги. В эфире автограф дня. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Где работают люди, обладающие большим потенциалом? Расскажем о педагогическом колледже, который отметил 90-летие. Навыки мудрых. Финал 4-го национального чемпионата проходит в дистанционном формате. Кто представляет регион? Профильный химический класс появился в Новодвинской школе номер 2. Какие опыты ставят старшеклассники? Подземный пресс-тур. Что скрыто за невзрачными дверями и чем удивили журналистов сотрудники МЧС? Доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области будет возможен только при наличии QR-кода прохождения вакцинации. Решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. С 11 октября доступ в кафе и рестораны, а также на массовые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области будет возможен только при наличии QR-кода. Новая ограничительная мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19 в Архангельской области. Парадокс ситуации заключается в том, что когда у нас была нехватка вакцины, у нас в очереди стояли тысячи людей, желающие провакцинироваться. Когда мы провели огромную работу, получили эту вакцину, оказалось, что востребованность ее серьезно снизилась. Сейчас в 23 медицинских организациях области развернуто 2600 инфекционных коек. Фактически занятость коечного фонда возросла с 80% до 97%. В ближайшее время, в связи с тем, что опять-таки есть потребность, планируется развертывание еще 120 коек. Эти мероприятия будут реализованы на высвободивших, свободных, неиспользующих площадях Саймоновского родильного дома, расположенных на Тиме Дома-1. Кроме этого, в торгово-развлекательных комплексов вновь вводится проведение термометрии, а также запрет на работу детских и тематических парков для несовершеннолетних. Эти ограничительные меры вступят в силу также с 11 октября. Губернатор еще раз призвал население к вакцинации. Нет желания идти этим путем, значит будем идти путем ограничений, которые несомненно повлияют и на бизнес, повлияют на социальное самочувствие и на ощущение комфорта жизни. Но по-другому невозможно. Я еще раз хочу всем напомнить. Мы говорим про смертельно опасную болезнь. Заменить QR-код о вакцинации может только QR-код о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе. Он также отражается на сайте госуслуг. Или наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три дня до предъявления. Алексей Макеев, Регион 29. Выборы в Государственную Думу прошли почти три недели назад. Но только сегодня, наконец, определился состав депутатов, которые будут представлять Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в Нижней Палате Российского парламента. Это единороссы Елена Вторыгина и Александр Спиридонов, набравшие наибольшее количество голосов в своих одномандатных округах. На тех же принципах в Москву поедет и их однопартиец, представитель НАО Сергей Коткин. Кресло в Госдуме займет и третий номер регионального списка «Единой России» Михаил Кисляков. Это стало возможным после того, как от мандата отказался губернатор Александр Цибульский и спикер областного собрания Екатерина Прокопьева. Если необходимо было, то я знаю, что для меня это, конечно же, большая честь, во-первых. Во-вторых, огромное доверие, ну и огромная ответственность для того, чтобы оправдать доверие не только от нам своего Ненецкого автономного округа, но и Архангельской области. Поскольку регион у нас большой, он объединяет нас общей идеей развития этой и Северной морской пути, и Арктической зоны Российской Федерации. Я надеюсь, что все вместе, все пять депутатов Архангельской области, которые избрались в Госдуму, мы добьемся большого. Пятым депутатом, призванным отстаивать интересы северян в Москве, стал представитель партии «Новые люди» Григорий Шилкин. Первое пленарное заседание Государственной думы 8-го созыва состоится 12 октября. Флагман системы профессионального образования в регионе – это об Архангельском педагогическом колледже. Он отметил свой 90-летний юбилей. О людях, обладающих большим потенциалом – в сюжете Александра Богдановича. Здесь учатся будущие педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов и учителя начальных классов. Есть здесь и мужские профессии. Виктор Миролюбов обучает студентов столярному делу. Воспитанники Виктора – постоянные участники и победители конкурса профмастерства WorldSkills. Я всем говорю, как я сюда попал, я сейчас до сих пор не знаю. Не знаю. Не ожидал от себя такого. И уже 12 лет здесь проработал. И с каждым годом мне больше всего нравится здесь работать. Сегодня в Архангельском педколледже обучаются более 1300 студентов. Мы готовим кадры по тем специальностям, которые требуются в экономике Архангельской области. Качество нашей подготовки подкреплено профессионально-общественной аккредитацией. Это значит, что мы соответствуем требованиям работодателей. Вы выполняете важнейшую социальную миссию, являясь учителями для будущих учителей. Это очень ответственная, очень почетная задача. Особенно в условиях, когда со стороны общества растет требование, качество образования. Мы ставим перед собой задачи по новому формату воспитания современной молодежи. И вы, конечно, с этой задачей справляетесь на отлично. В планах Архангельского педагогического колледжа открыть новые направления. Специальное дошкольное образование и коррекционную педагогику. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. В Архангельске, Северодвинске и Котласе в дистанционно-очном формате проходит финал 4-го национального чемпионата навыки мудрых. Регион представляет 5 победителей отборочных туров. Алексей Макеев пообщался с лучшими из лучших. Стаж работы Евгении Кушнир – 32 года. В профессии – однолюб. Я все время работала парикмахером. С дальнейшим обучением парикмахер-колорист, парикмахер-стилист по свадебным причёскам. В ближайшие три дня ей предстоит создать на манекене три произведения искусства. На каждое выделяется по полтора часа. Каждый из пяти участников получил право представлять регион, обойдя в конкурентной борьбе таких же профессионалов категории 50+. Для Архангельской области это уже третий финал чемпионата навыки мудрых. У нас есть победы, есть достижения. У нас количество компетенций достигло пяти. По каждой из них мы участвуем. В прошлом году мы получили серебряную медаль по компетенции электромонтаж, медальон по компетенции младшей классы. Мария Завернина 30 лет преподает в Пинежском индустриальном техникуме. На конкурс привезла рабочие инструменты, с которыми и привычнее работать. От того, как она рассказывает о задании, текут слюнки. На данный момент надо будет в условиях чемпионата приготовить пасту, оболакто собственного приготовления. Затем приготовить горячее блюдо из птицы с двумя гарнирами и соус. И приготовить консаме с гарниром из птицы. Любовь Ясева 36 лет проработала в Каргопольской средней школе учителем начальных классов. Давно передает опыт, в том числе и собственным ученикам. Конкурсная задача – провести мастер-класс и обобщить опыт по одной из компетенций. Когда я буду обобщать опыт, я должна буду показать результативность, как я работаю. А ну, то есть и грамоты здесь, и работа детей. На каждый из площадок работает по семь видеокамер. Судьи следят за происходящим из Новосибирска онлайн. Как и молодые специалисты, только начинающие свой профессиональный путь. Для молодежи, которая только входит на рынок труда и адаптируется на этом рынке, тоже очень важно показать, что умеют люди, которые уже достигли своих вершин, высот в профессии, тем, чем они занимались в период трудовой деятельности. Результаты соревнования будут объявлены 8 октября. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Компания ЦБК продолжает внедрять современные технологии. Сегодня в Архангельской области проходит эксперимент по глобальному наблюдению за древесиной. Новая система под названием «Лес. Единая государственная» автоматизирована. Информационная система учета древесины и сделок с ней. Будет отслеживать всю цепочку лесопользования. От заготовки до поставки потребителя. Причем система будет выполнять не только надзорно-фискальные функции, но и обеспечит доступ к достоверной информации всем участникам лесных отношений. Далее секунды рекламы, после продолжим. Стартует всероссийская декада подписки. Только с 4 по 14 октября оформите подписку на областную газету «Правда Севера» по льготной цене со скидкой 30%. Оформить подписку можно дистанционно за 5 минут на сайте. В любом отделении «Почта России» подписной индекс P4182. И пригласить почтальона на дом по единому телефону. Подарите себе и близким подписку на любимую газету. Скажем холодам добро пожаловать и отправимся за покупками в Штайнберг. Модная эстетика и способность согреть в любые морозы. Вот за что мы так любим представленные в Штайнберг марки верхней одежды. Утепляемся со вкусом. Радует модниц и белорусская марка «Ника» и «Гриол» из Санкт-Петербурга. Штайнберг. В Архангельске. ТЦ «Априум». Северодвинск. Сум. Впереди еще несколько тем. Продолжаем выпуск. В Каргополе прошло выездное совещание областных депутатов. В повестке вопросы развития среднего профессионального образования Архангельской области и выполнение национального проекта в сфере культуры. Подробнее в нашем сюжете. Первая остановка выездного совещания – Каргопольский индустриальный техникум. Сегодня здесь обучаются около 400 человек. Студенты техникума – постоянные участники регионального чемпионата WorldSkills. Поэтому в учреждении в этом году созданы две новые лаборатории по компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей» и «Поварское дело». Как выяснилось, приоритеты среднего профессионального образования меняются. Теперь выпускникам техникума предстоит сдавать не только теорию, но и подтверждать практические умения на демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills. Было принято решение руководством техникума создавать мастерские лаборатории самостоятельно. Мы провели ремонты в помещениях, вложили большие собственные средства в это дело и начали приобретать оборудование дорогостоящее. Сначала по профессии ремонта и обслуживания, по компетенции ремонта и обслуживания легкового автомобиля, затем по компетенции поварского отдела. Как считает руководство техникума, необходимо расширять направление подготовки специалистов. Кроме этого, характерная проблема, что у педагогических колледжей, у других, это необходимо ремонтировать существующие общежития. Мы будем рассмотреть этот вопрос и возможность, каким образом можно решить эту проблему совместно с министерством. В повестке дня также исполнение нацпроектов в сфере культуры. Потому депутаты побывали и в Центре культурного развития Каргополя. Радует, что город приобрел в этом здании совершенно новое учреждение нового формата, который позволяет значительно расширять границы работы, привлекая и создавая новые формы. Радует, что коллектив участвует в очень многих проектах и выигрывает, причем таких солидных и серьезных, участвует в федеральных конкурсах, президентских грантах. Приоритетные культурные проекты в Каргополе обсудили за круглым столом. В текущей работе, наверное, мы видим те задачи, которые реализуются здесь и сейчас. Это и в части проведения ремонта муниципальных учреждений культуры, появление модельных библиотек. А это, наверное, особо интересная нам тема и задача, в которой наша область активно участвует. И примеры и модельные библиотеки появляются у нас практически во всех муниципальных районах. И, конечно, нам очень важно понимать, какие объекты Каргополе, культуры получат финансирование в предстоящем периоде. Все предложения депутаты учтут при формировании бюджета на будущий год. Александр Богданович, Евгений Успенский, Регион 29. Если вы помните уроки химии, наверняка скажете, что самым интересным были опыты и эксперименты. У ребят из второй школы Новодвинска появилась возможность проводить их как можно чаще, да и в целом уделять больше внимания прикладной проектной работе. Ведь для некоторых из них это первые практические шаги в профессию. Что изменилось в жизни старшеклассников, расскажет Алексей Карельский. Пока уши гуманитариев сворачиваются в трубочку, эти юные химики успешно доказывают наличие определенных функциональных групп в глюкозе. Благо у учащихся профильного класса второй школы Новодвинска для этого теперь есть все, что нужно. Оборудование стало больше и многие опыты можно проводить, которые мы не могли проводить раньше. В распоряжении ребят появилась интерактивная доска, не менее отзывчивая таблица Менделеева и, конечно, масса реактивов. Для их правильного хранения в Лаборантской даже шкафы обновили. У нас были наборы реактивов, но они такие для общих классов, это 8-9 классы. То есть органику мы туда не заполняли никогда. И когда нужно было выполнять эти опыты, конечно, мы готовили все заново. Когда подошли к предложениям, я сказала, что нам, конечно, очень нужны именно микролаборатории. Тут ребята, когда начинают работать, у них сразу же весь набор продуктов получается, реактивов. Предложение об обновлении кабинета, о котором говорит учитель химии Татьяна Филипп, поступило от компании Техсервис. Нам бы хотелось, чтобы ребята в свой учебный процесс были вовлечены полностью и заинтересованы, чтобы они поняли, что то направление, которое они выбрали, очень приветствуется и очень нужно в нашем городе. Так как это город, это моногород, город профильников, город химиков, можно так сказать. Поэтому хотелось бы, чтобы они со школьной парты уже полностью реализовали свои научные планы, научные амбиции, и мы им в этом помогли. Для Техсервиса этот проект пилотный. И реализует он его с подачей и при поддержке Архангельского ЦБК. Мы рады, что вопросы модернизации образования заинтересовали наш Архангельский кабинет. Мы говорим не только об обновлении всего кабинета химии, но и об обновлении практического содержания реализуемых образовательных программ. Повышение практических навыков ребят – это, разумеется, задел на будущее. Понимают это и сами школьники. Вся жизнь Новодвинска построена вокруг ЦБК, и из-за этого в школах хорошо изучается химия, нужны нам какие-то эксперименты, всякие лабораторные работы, потому что в дальнейшем многие ребята пойдут туда работать. Архангельский ЦБК молодым профессионалам только рад, особенно если учесть грандиозные планы по модернизации комбината. А ведь целенаправленно готовить будущих сотрудников лидер отрасли начал более 25 лет назад. Владимир Крупчак, тогда читавший лекции в Поморском университете, пригласил работать на комбинат наиболее ярких и талантливых студентов вуза. До сих пор эта модель показывает свою эффективность. Только сегодня она внедряется и в школах. А ЦБК, напомним, курирует и лесной класс в первой школе Новодвинска. Специалисты промышленного гиганта готовы сопровождать ребят и на последующих ступенях обучения. Мы даем целевые договора для поступления в САФУ именно на технологов. То есть вот ребятам, кто будет углубленно заниматься химией, мы будем вести, то есть общаться. У нас есть программа с техникумом, так же как и с САФУ. А для лучших студентов у нас идет стипендиальная программа. Мы от ЦБК платим стипендии и потом ребят трудоустраиваем. Конечно, естественно, научный вектор обучения этих школьников не обязательно приведет их в химическую промышленность. Но если новое оборудование поможет им в учебе, а дальше в медицине, экологии, биотехнологиях, массе других направлений, это тоже успех и проекта, и школы, и всего Новодвинска. Кстати, от ЦБК этих сервис рассматривают возможность провести подобные обновления классов и в других образовательных учреждениях города бумажников, города химиков. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. С виду невзрачные двери порой могут таить за собой настоящие защитные сооружения гражданской обороны. Проще говоря, бомбоубежище. Впечатлениями о подземном пресс-туре в одной из таких сооружений поделился мой коллега Аким Самедов. Убежище Архангельского отделения Северной железной дороги в простонародье называют бомбоубежищем. Но специалисты поправляют. Официально оно называется защитным сооружением гражданской обороны. На пресс-туре убеждаешься, что слово бомбоубежище действительно слишком простовато для такого места, чего стоит одна вентиляционная камера. Фильтровентиляционное оборудование защитного сооружения. Грязный воздух с улицы затягивается с помощью моторов. Фильтры фильтруются здесь и подается уже непосредственно в защитное сооружение все помещения. То есть при закрытых дверях полная герметичность помещения, чистый воздух. В эксплуатацию сооружение ввели в 1989 году. Последние полтора года здесь проводили капитальный ремонт. Есть тут и помещение для укрываемых, дизельно-генераторная установка, а также медицинская комната для оказания первой помощи. У сотрудников при себе должны быть рация, фонарик и, конечно же, обязательное в случае выброса аммиака, хлора или радиации средство защиты противогаз. Защитное сооружение гражданской обороны предназначено для укрытия работников организаций и населения. И состоят из убежищ противорадиционных укрытий и укрытий. Соответственно, территории Архангельской области защитных сооружений гражданской обороны в достаточном количестве для укрытия работников наибольшей работающей смены организаций и населения. Одна из задач гражданской обороны – предоставить населению средства коллективной защиты. Относятся к ним и такие сооружения. Это, например, может вместить в себя несколько сотен человек. К слову, сегодня по всей России в течение дня проводилась тренировка по гражданской обороне. На сегодняшний день уже было проведено оповещение всех руководителей органов управления гражданской обороны. В этом году состоялось ряд совещаний, в том числе под руководством заместителей и представителей правительства Архангельской области, где всем руководителям были поставлены задачи. Ряд мероприятий имеет режимы ограничения по доступу к существу, представляющему государственную тайну. А вот в чем нет тайны. Это убежище рассматривают в качестве претендента на участие в общероссийском конкурсе «Лучшее сооружение гражданской обороны». Аким Самилов, Светлана Михеевская, Регион 29. Такими новостями запомнилась середина недели. Хорошего вечера и до встречи в эфире.